Дорогие друзья, привет! Это Дугмаманя, Чугуа, София и Эйвен. И мы... у нас есть для вас новость. Мы в Москве. На самом деле, действительно, я сейчас и качаюсь на качельке в одном из московских дворов. Мы вернулись в Россию после двух лет проживания в Таиланде. София и Эйва. Мы в Москве. Все выдержали. Молодцы мои зайки. Детям, на самом деле, здесь гораздо комфортнее, потому что в Таиланде было все-таки жарковато. Они постоянно ходили с языками, которые торчали, чтобы выпустить пар, как-то снизить свою температуру. А здесь им хорошо, потому что здесь все-таки родной воздух, прохладно. Ну, а я немного мерзну. Все-таки за два года организм перестраивается и привыкает немножко к другой температуре. Вот сегодня мы решили пойти в какой-то московский двор, просто записать видео и рассказать вам о том, что мы, наконец-то, вернулись в Россию. Просто очень часто мы видели комментарии на нашем канале под каждым видео практически хотя бы один раз. Но люди писали, когда вы приедете в Россию. Вот мы здесь. У нас еще нет конкретного плана, что мы будем делать дальше. Но, по крайней мере, в Москве мы точно какое-то время пробудем, а потом мы отправимся куда-нибудь дальше. Но из России мы пока уезжать не собираемся. Мам, ну пошли. Классно, ребят, да? Ага, классно быть на родине. Детская площадка. А пойдем, мам, залезем туда на лесенку? Качельки. Самый популярный вопрос, когда мы вернулись в Россию и встретились с парой своих друзей, это почему вы вернулись в Россию? Вот ответ на этот вопрос очень прост. В Таиланде очень-очень жарко. То есть приехать туда в отпуск, отдохнуть, потусить, плюс 35 градусов, это отлично. Но когда плюс 35 градусов, 365 дней в году, а еще и нет смены сезонов, то есть нет зимы, осени или лета. Можно носиться? Да, тут не жарко. Что случилось? Не знаю, так. Мам, давай побежали. Побежали, мам, давай. Бежим. Бежим. Давай скорее. Вот так мы бикаем. Клевер. Клевер. Класс. Это же Клевер. Побежали. Это же Клевер. И второй из моментов, это не назвать причиной, но у нас заканчивалась виза. Вторая наша виза, там у нас было по две визы, каждая длилась по году. И вот нам нужно было решать, делать еще одну визу еще на год или возвращаться домой. Мы решили вернуться домой. Песочница. О, песочек с травкой, смотри. Саши, пойдем на лестницу сходим. Давай, мам, пойдем. Заходите. Мам, ну давай, поднимайся скорее. Мам, мать сын, скатимся с горочки. С горочки? Ну давай. Понравилось ли нам жить в Таиланде? Конечно, жить в Таиланде очень здорово. Это классно. Собаки могут бегать постоянно, купаться на море, постоянно гулять. Нет зимы, не надо их беречь, не надо одежду покупать собакам, потому что им и так жарко. Много всякой разной экономии. Но все-таки хотелось родины матушки, хотелось вернуться на русскую землю, сходить в русский лес, посидеть вот в таком вот русском дворе с качельками. Мам, ну давай снимай падок скорее. Не спеши. И меня сменят. Иван, не нудить. Побежали. Я запутался, где я? Запутался, это Россия, российская трава. Эй, Ван. Мам, я вообще заблудился, что-то. Эй, дурачок. Я не дурачу. Для меня, как для владельца собак, два года в Таиланде были очень-очень-очень хорошим опытом. Почему? Потому что мы очень многое испробовали, то, что мы не могли бы испробовать в России, или, по крайней мере, чтобы это испробовать, потребовалось бы много денег. Потому что в Таиланде мы катались на лодках, мы ездили на велосипедах, мы ездили на мотоциклах, мы ездили на тук-туках, на всяком общественном транспорте. Мы общались с людьми, постоянно контактировали. Мы много видели, путешествовали, ходили в горы, купались. И много очень всего, что для собак очень полезно. То есть это, во-первых, контакт с хозяином, а второе – это развитие кругозора. Как и у человека, когда собака много разного всего видит, они живут постоянно в четырех стенах в доме, для нее это очень хорошо. С чем мы столкнулись, когда приехали в Россию? Что было для нас неожиданно спустя два года? Первое, что было самым неожиданным и спустя два года – это то, что везде есть вывески «Не гулять собакой». Выгул собак запрещен. Этого в Таиланде точно не было никогда нигде. Брррр, да. Эй, что это там такое? Не знаю, Софи, я вот нюхаю. Какая скучная травка. Ну я тоже попробую. Главное, что мама не увидела, что мы опять сидим траву. Ну почему? У меня есть трава. Не, она не видит, она что-то там снимает. Может, она снимает нас. Не знаю, я пошла. Тут мусор какой-то раскинет. Софи, там какой-то мусор, не ешь. Эй, я хочу просто посмотреть, что это за мусор. Ладно, ладно, даже посмотреть, что за мусор нельзя. Вот тут вкусная трава, Софи, но я больше не хочу. Ну я тоже уже наелась этой травой. Момент, который я заметила, что на улицах очень мало собак. Вообще очень мало собак. Я увидела человека с лабрадором, идущим по улице. И я поняла, что в Москве вот так вот гуляя по улице, ты просто не можешь увидеть человека с собакой. Это очень редкий случай, когда можно увидеть на улице в городе человека с собакой. Видимо, мы все-таки отвыкли от России немного. И люди здесь гуляют с собаками либо в парках, либо в специально отведенных местах. И по улицам редко ходят со своими собаками. Хотя я знаю, что в России очень много людей, у которых есть домашние животные. И особенно собаки. Софи, там большая собака. Да, я знаю. Давай не будем нарваться и будем сесть. Да, давай. Она еще не ушла? Нет, вроде бы. Я надеюсь, она нас не хочет. Софи, Шейва, ну никто вас не съест. Да? Точно. Но мы с вами не знаем характер этой собаки. Она вообще может быть злая, и поэтому вам, малышам, подходить к незнакомой собаке нежелательно. А вот бояться не надо. Ну, мам, мы не боимся. Просто маскируемся. У нас тут нет. Типа, у нас тут нет, мам. Типа, у нас тут нет, мам. Я поняла, вы же не невидимы. И она вас все равно может заметить. Ну, вообще-то, ладно, мама же защитит это. Ну, да, вроде есть. Ну, я все равно пойду лучше. А я не иду, потому что я не боюсь. Она ходит там себе и все. Ой, она посмотрела. А, нет. Еще момент, с которым мы столкнулись в России, которого нет в Таиланде, это пироплазмоз. Особенно где-то на природе обязательно обрабатывайтесь от клещей, защищайте своих собак, потому что пироплазмоз очень страшная штука, и собака действительно может умереть в считанные минуты. В Таиланде его нет. Зато в Таиланде есть много других страшных штук, в том числе, которые переносят клещи, которых тоже очень нужно бояться, поэтому от клещей нужно защищаться в любой стране. Везде русские надписи, люди говорят на русском, здания большие, территории большие. Мы вернулись из Таиланда мерзнуть на нашу родину. И качельки есть, это главное. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.